Санкционная война между Россией и Западом продолжается три года. После крымского референдума. Ограничительные меры были введены за подрыв территориальной целостности Украины. Сейчас в черном списке ЕС находится 36 российских компаний и 150 человек. Все они, как полагает Брюссель, несут ответственность за дестабилизацию обстановки на востоке Украины. И в продолжении украинской темы. МИД Украины назвал провокацией участие российской конкурсантки в Евровидении. Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, СБУ сейчас проводит проверку по факту выступления российской певицы Юлии Самойловой на концерте в Крыму. Ранее депутат Рады Антон Герасченко заявил, что Украина может не пустить Самойлову в Киев, если она будет выступать с политическими заявлениями, в том числе в поддержку Крыма. Служба безопасности Украины пообещала изучить вопрос и принять взвешенное решение. Послу Нидерландов запретили возвращаться в Турцию. С официальным заявлением выступил вице-премьер Турции. Сейчас посол Нидерландов находится в отпуске. Причиной санкции в отношении дипломата чиновник назвал нападение Нидерландов на международное право. При этом он добавил, что действия этой страны говорят об упадке в Европе. Напомню, отношения двух стран обострились после того, как 11 марта Нидерланды запретили прием самолета с министром иностранных дел Турции. Он собирался посетить митинг в Роттердаме, где его сограждан информировали о внесенных на апрельские референдумы поправках в Конституцию. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извиняться перед турецкими властями отказался. И в продолжении дипломатического конфликта между Турцией и Нидерландами. Накануне лидер ЛДПР принял участие в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на одном из федеральных каналов. В своем выступлении Владимир Жириновский дал оценку дипломатическому конфликту между Турцией и Нидерландами, который продолжает разгораться. Он также объяснил, почему власти королевства испугались активности турецких политиков. Предлагаю вашему вниманию отрывок выступления Владимира Жириновского. Владимир Владимирович, ну вы большой специалист как в этом регионе, так тут ваших друзей обижают? Да. Я удивился, что случилось? Так вот, давайте действовать. Что это там в Нидерландах позволяют тут? Они наглеют. Вот они... Особенно голландцы. Их Петр Первый развратил, понимаете. Все, великая нация. Так сказать, все, они что-то могут. Тюльпаны. Все, что не могут, тюльпаны. И то с вредителями. Если расковырять эту головку тюльпана, там всякой гадости полно. Нация деградирует. Я был маэстрим. Нет, а почему они так отнеслись к министру турецкому? Ну потому что их бесит, что страна перейдет к более мощному режиму. Они все... Турция. Да. Вот сейчас 16 апреля. Референдум. Это будет человек с самыми высокими полномочиями. А это возможность как бы влиять на весь юг Европы. Это возможность восстановления более мощного государства. Турция может какие-то территории приобрести. И быть угрозой для Запада. Потому что они хотят, чтобы везде парламентские республики размазня, все распадается. Везде самоопределение нового государства. Вот Югославия. Им нужна Югославия. Сомали, Сомали, Югославия. Выбирайте. Или как Югославия, или как Сомали. Что мы должны делать? Вы меня специально остановили, чтобы я не сказал, что надо. Просто вы большой специалист. Мне интересно. Со всеми вести переговоры. Всех обманывать. Никому не верить. Никому ничего не обещать. И заниматься только собственными интересами. Вы выдали все наши секреты. А как это весь мир так живет. Никаких экспериментов. Никогда больше не строить социализм, коммунизм. Забыть. Все, что с Запада, ничего. А ЛДП-ризм тоже не строит? С Запада мы проведем реформу. Партии тоже с Запада. Парламент с Запада. Нам нужен верховный правитель. Не царь, не монархия. Мы реформируем этот высший орган. Это будет госсовет, 100 человек. Все губернаторы и министры ключевые. Это будет президиум. Верховный правитель, премьер-министр, два руководителя палат. Дайте лучше по другому. И представитель оппозиции. Одно из партий. Посмотрите, где моя рука. Ваша рука там, где Верховный Жириновский. Ваше представление о власти, я думаю, другое. И парламент реформирует. А рука у сердца этого Зюганова место готовится. А вы Верховный Жириновский. Забудьте Зюганова уже. Забудьте коммунизм. Забудьте левых. Придумали левая идеология, правая. Только одурманивают. Вы столько что приводили цифры? Да? Но их никто не слышал. Так правильно. Но я говорю о том, что люди сходят с ума. Демократия красива, окончается все. Бомбят, бомбят, кровь носи. Какая демократия? Турецкий министр не может приехать с своим соотечественником. Его препровождают за руки немецкой границы. Это что, это у вас демократия? Визу не дают. Мне визу не дают с 93-го года. Никакого Крыма не было. Украины. Только за то, что я за русских. Как это вы за русских? Надо быть за нас меньшинства. Вот это молодец. А русских наплевать. Русские допущены на мясо, как говорил Троцкий. Или его друг Ленин. Поэтому это давно уже известно. Запад, я согласен с вами, культура высокая, технология там, машины, быт. Отлично все. Ну и мы умеем готовить пищу. Их Мерседесы у меня стоят в горе там, в автосервисы каждый месяц. Так же ломаются, как и наши. Наши еще покрепче. Их одежда там, в общем, синтетика, полиамид, кулистер. Не мучайте себя. Что? На Жигули пересаживайтесь. Что? Ну, 8, дайте автомат короткий. Ну, я говорю о том, что мы не должны быть против запада, против востока. Давайте западем. Но наше генеральное направление на юг. Дранг нахсюден. Немцам на восток, кто-то на запад, а мы на юг. А вы сейчас говорите это на немецком. В Минкомсвязи назвали идею о замедлении доступа к сайтам компаний-нарушителям невозможной. Основная причина – технические сложности. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Накануне в СМИ появилась информация, что соответствующие поправки в законодательство для борьбы с сайтами-нарушителями будут приняты в ближайшее время. Инициатива возникла вследствие того, что сейчас масса иностранных компаний не соблюдает решения российских судов. Владельцы сайтов отстаивают свою позицию и ссылаются на то, что действует в соответствии с законами тех стран, где зарегистрированы. И сегодня эту новость из Государственной Думы нам прокомментирует депутат ЛДПР Андрей Свинцов. Андрей, здравствуйте. Как прокомментируете данную новость? Да, добрый день. Ну, действительно, сейчас технически очень сложно стало ограничивать скорость, потому что огромное количество серверов стоят по всему миру. И в Европе, и уже в России есть огромные дата-центры, где сейчас проходит интернет, в первую очередь трафик. Поэтому, конечно, именно ограничения скорости или еще какие-либо технические ограничения достаточно сложно вводить. Но еще раз подчеркну, мы, депутаты Государственной Думы, регулярно вносим соответствующие поправки к действующему законодательству. И будем давать все больше и больше права Роскомнадзору для временной блокировки нарушителей и компаний, и сайтов. И также для, так сказать, полной блокировки, так называемый закон о забвении, когда тот или иной домен блокируется пожизненно. Поэтому, конечно, сложность вот этой борьбы с операторами, с пиратами, с нарушителями действующего законодательства, она достаточно сложная. Потому что технические средства развиваются, сейчас появляется спутниковый интернет, когда тоже, так сказать, за ним определенный надзор должен быть. Потому что это, как правило, западные компании, которые запустили сотни спутников на орбиту и покрывают полностью всю планету своим интернетом. Тоже здесь достаточно сложно на них влиять. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, мы стараемся успевать за изменениями, так сказать, в технической сфере, в прогрессе и также модернизировать действующее законодательство. Поэтому я думаю, что в ближайшее время все-таки мы сможем отрегулировать этот объем вопросов. Потому что действительно огромное количество нарушителей, в первую очередь, это пираты, которые получают огромные доходы от нелегального контента, который они распространяют. То же самое сейчас серьезная опасность – это терроризм, потому что огромное количество, так сказать, сайтов, мессенджеров используется для вербовки террористов, для общения между террористами, для сбора средств для терроризма. И то же самое, к сожалению, огромное количество сайтов и других технических средств используется для продажи наркотиков, для распространения порнографии, в том числе детской. Поэтому эта проблема очень серьезная. Наш комитет еженедельно заседает, и мы стараемся успевать разрабатывать соответствующие поправки к действующему законодательству, чтобы как-то у правоохранительных органов, ФСБ, прокуратуры, у Роскомнадзора были инструменты для борьбы с этим фактически многоголовым злом. Потому что, действительно, чем больше мы пытаемся запретить, ограничить, тем больше вариантов и вариаций возникает для обхода действующего законодательства. И какие меры нужно применять к таким компаниям? Штрафовать, либо блокировать, либо замедлять доступ к сайтам? Либо никакие? Вы знаете, к сожалению, большинство нарушителей российского законодательства, они не имеют российской юрисдикции. То есть это компании, либо зарегистрированные где-то на каких-то островах или на каких-то офшорных зонах, доменные зоны, как правило, тоже зарубежных стран, тоже какие-то островные, или зоны ком наших оппонентов Соединенных Штатов Америки. Поэтому на них российское законодательство очень сложно применять. И даже если здесь, в России, возбуждать уголовные дела за те или иные нарушения, то, как правило, на территории Соединенных Штатов или других стран ограничение деятельности юридических лиц или блокировка того или иного домена, она практически невозможна. К сожалению, ни спецслужбы наших стран не имеют такого тесного взаимодействия. Ну, собственно, не юридические службы, и здесь, конечно, очень сложно. Поэтому, конечно, единственный вариант – это полное ограничение. Либо, как я уже сказал, временное ограничение, допустим, на 30 дней, или на 7 дней, или на доустранение нарушения. То есть официально удомляют правообладателя, что на вашем сайте распространяется незаконная информация, либо это чьи-то права нарушаются, либо действительно, так сказать, просто вербуют террористов или распространяют порнографию детскую. То есть должна быть незамедлительная блокировка, либо по заявлению потерпевших, либо по заявлению любого лица, либо, собственно, сам Роскомнадзор должен постоянно мониторить. И я знаю, что и в правоохранительных органах, и в ФСБ уже существуют программы, так называемые роботы, которые мониторят в целом интернет, социальные сети, и по ключевым словам, по ключевым картинкам, по другим специфическим маркерам они выявляют вот эти незаконные сайты, незаконные социальные сети, в том числе и мессенджеры, потому что большинство компаний передало ФСБ пароли к шифрованию. Поэтому здесь только увеличением современных цифровых средств выявления и блокировки возможно победить эту ситуацию. Потому что, еще раз подчеркну, юридически или финансовым штрафом это сделать невозможно, потому что и люди находятся, даже если они граждане Российской Федерации, они проживают в Таиланде, в других странах, в основном теплых, их юридические лица зарегистрированы в офшорах, доменные зоны, это острова, либо зона КОМ, где практически российское законодательство не работает. Поэтому, конечно, борьба может быть только путем блокировки ограничения доступа целиком. То есть замедление скорости, это, к сожалению, эффекта никакого не даст. Спасибо за подробные комментарии. А сейчас мы прервемся на рекламу и далее продолжим. Руководитель первичного отделения ЛДПР в Центральном районе Челябинска Татьяна Соснина стала главой Бобровского сельского поселения Троицкого района. За нее проголосовало более 31% избирателей. Таким образом, ей удалось на 33 голоса обойти представителя от партии власти, победив на единственных в Челябинской области прямых выборах главы муниципалитета. Бобровское сельское поселение, самое большое в районе и на его территории находятся 5 крупных промышленных предприятий. И сегодня новости мы обсудим с нашим гостем, активистом и сотрудником МГО ЛДПР Юлией Тарасовой. Юлия, здравствуйте. Привет. Первая новость отличная. Победил кандидат от ЛДПР. Да, в первую очередь хотелось бы поздравить нашего партийца, на нашу партийку Татьяну Соснину с этой победой. И в продолжение хочется сказать, что на самом деле очень радует то, что у нас на лицо идет омоложение партии, что у нас очень много молодежи приходит, активистов молодых приходит. И также мы видим, что все наши труды, все наши работы, вся наша помощь, оказываемая населению, это не проходит зазря. И люди видят действительно нашу поддержку со стороны партии. И таким образом мы видим на лицо, что выигрывают и что нам доверяют. И это радует. Многие говорят, что женщинам не место в политике, либо им очень сложно достичь какой-то политической карьеры. Но тому подтверждение победа на выборах кандидата от ЛДПР. Но на самом деле много есть сфер, где женщина, наверное, будет лучше себя чувствовать и помогать другим людям. Например, это какая-то социальная сфера. Это все-таки женщинам ближе, потому что там идет работа и много с семьями, с женщинами, с детьми. И поэтому я думаю, что женщины могут себя проявить и даже в политике. Вот расскажите, на ваш взгляд, какие есть возможности для женщин в ЛДПР? Как они могут себя здесь проявить? Ну вот мы видим, что Татьяна Соснина уже выиграла выборы. Это уже показатель большой. Также у нас очень много работы для женщин есть. Например, вот какая? Как можно себя реализовать? Как себя найти? Ну, у нас очень достаточно много... Ну, немного, да. Большинство координаторов в Москве, в московском регионе, это мужчины. Но есть и женщины, которые справляются не менее хуже, чем мужчины. Есть в ЛДПР и какие-то агитационные, организационные работы, отделы, которыми занимаются женщины. Также есть работы и общественные, активистов. Очень много девушек у нас, которые работают. Многие ходят даже по образователям, по школам, по гимназиям, ходят и проводят работу с руководителями, с директорами. Как это ни странно, но к нам идут на встречу, и они так не агитируют. Это не агитация называется, это вот оказание... Работа с населением. Да, какая-то помощь оказания детским домам. Также в детских домах у нас многие активисты ходят, помогают. Ну, я думаю, что всем хватит места и женщинам, и мужчинам в нашей партии. А вот на ваш взгляд, много ли обращается женщин, девушек с желанием поработать в ЛДПР на общественных началах? На самом деле... Или у вас все-таки больше молодых людей? Нет, на самом деле приходят... Конечно, меньше приходят девушек, естественно. Но, скорее всего, это связано с тем, что женщины, они чуть-чуть по-другому себя проявляют. И мужчины хотят власти, хотят идти, доказывать свою точку зрения. Женщин, девушек меньше, но они приходят, и мы их принимаем. И радуемся им, потому что действительно очень мало девичьего состава, так можно сказать, если выразиться. И это не хватает, потому что есть в нас то, что какая-то творческая инициатива, то, чего нет в мужчинах. И это приветствуется, и мы очень рады новым каким-то поступлениям в женского пола. Вот совсем скоро уже будет митинг, 18 марта, воссоединение с Крымом. Да, Крым, спасибо. Собирается ли принимать участие в Москве ОДПР? Да, Московское городское отделение во главе с Сергеем Добрыниным, координатором Москвы, собираются участвовать. Конечно, еще есть некоторые нюансы, которые уточняются, поэтому пока в социальных сетях, на сайтах нашего Московского городского отделения эта новость не прописана, потому что еще нет места, где будет проводиться все это договариваться. Но это мероприятие на данный момент самое крупное, которое сейчас будет у нас проходить. Будет, скорее всего, это митинг какой-то. И ведется уже, Московское городское отделение по административным кругам, координаторам дают указания, чтобы людей оповещали об этом, что будет такой праздник у нас. А кто может принять участие в митинге? Любой желающим? Нужно как-то подать заявку, либо можно просто будет прийти, зная место и время? Когда будет у нас уже место и время обозначено конкретное, мы, естественно, это можно будет узнать в социальных сетях, и также можно лично будет узнать. Будут приглашаться практически все, кто желает, но, опять же, это будет зависеть от места. Если это будет проходить митинг, скорее всего, он будет проходить на улице, потому что уже потеплело, то, конечно, все будут. Как, например, на 23 февраля участвовали все желающие, кто хотел, тот приходил, отмечал, там был двойной такой праздник, 23 февраля, масленица, там угощали и всякими вкусностями. Все приходили, все были довольны, рады, и также получали подарки. Я предлагаю обсудить прошедшую недавно выставку образования и карьера, которую посетил также Владимир Жириновский. Вот расскажите, пожалуйста, более подробно, принимали ли участие сотрудники МГО ЛДПР в Ню? Конечно, это очень крупное было событие, образование, карьера, выставка. В гостиный двор приходили все координаторы наших административных округов Москвы. Сам координатор Москвы Сергей Добрынин был, участвовал, депутаты были, естественно. В выступлении Жириновского Владимира Ольговича было принято очень радостно, восхищенно. Были какие-то благодарности за его слова, потому что он действительно говорил правильные вещи. Он говорил, что образование и карьера, ну образование в первую очередь, это будущее нашей России, будущее нашего государства, и что надо вкладывать в образование, больше бюджета может, больше даже как-то это развивать. И приходить надо не к европейским каким-то стандартам, а к тому, что у нас было. Потому что не зря говорили, что российское образование, советское образование было одно из лучших. И ни для кого не секрет, что даже США, Америка, будем честно говорить, они берут очень много советской школы, а мы почему-то от этого уходим. И результат налицо многие работодатели сейчас, много программ, где говорят о том, что нехватка. Нехватка. Нехватка детей или студентов, которые хотят учиться и хотят в дальнейшем работать, устроить карьеру в России. Но мы будем стараться делать так, чтобы наше образование было все-таки лучше. А вот на ваш взгляд, есть ли сейчас у нашей молодежи интерес к учебе? Скорее всего, ну, знаете, я думаю, что в большинстве, да, есть, конечно, но очень много есть препятствий всему. Это в первую очередь какой-то психологический момент, например, ЕГЭ. Да, сдают ЕГЭ, и для многих детей, выпускников это психологически трудный момент. Смотришь, наблюдаешь, как они готовятся к этому. Они не готовятся... Какой стресс испытывают. Да, они не готовятся так к вступительным, там, к экзаменам раньше. И так не волновались в вступительные экзамены, когда делали в ВУЗ. Сейчас, конечно, это очень большой стресс, и потом, когда какие-то неудачи происходят, и они не попадают туда, где хотят учиться, с этим, конечно, очень трудно, и у детей отбивается, скорее всего, таким образом желание. Но мы видим, все равно учатся, стараются, многие уходят уже после 9 класса, какие-то колледжи, техникум, и стараются, чтобы дальше было проще. Но это радует, и на самом деле недавно даже было выступление педагога Московского института имени Баумна, где он говорил, что есть студенты, есть дети, которые талантливые очень, очень талантливые, и они стараются. Но в то же время он сказал, очень жаль, что мы вкладываем в них свои знания, и потом эти знания у нас здесь не находят никакого воплощения, да, то есть в жизнь, в деятельность, и они уезжают. И вот это, конечно, ну, очень печально для нас, что наши самые лучшие уезжают, и их здесь не ценят. Конечно, здесь надо нашему, может быть, самому государству подумать, как сделать так, чтобы все самые лучшие умы и студенты, которые стараются и хотят помогать России, но они не получаются у них здесь, потому что здесь, на самом деле, с этим плохо обстоят дела, что людей не ценят здесь. А вот какое у вас отношение к ЕГЭ? Все-таки нужно отменить, нужно модернизировать? Да, на самом деле... Либо что делать с этим экзаменом? Да, на самом деле, я еще выпускник школы, которая меня не коснулась ЕГЭ, только начинала все это, у меня был выбор ЕГЭ сдавать или простой экзамен. Я, естественно, выбрала не ЕГЭ. По одной простой причине, что я считаю, что ЕГЭ – это тест, это техника, это то, что человек может заучить, грубо говоря. А вот написать, например, извините, сочинение на определенную... Иссе какой-нибудь. Да, эссе. Вот здесь надо подумать, здесь происходит творческий подход тот же самый. Ведь очень у нас много книг, очень много у нас писателей, писателей, которые писали великолепные произведения, и их надо обсуждать. И дети должны их читать, чтобы написать. А многие сейчас это, естественно, не читают, вкратце все, на тесты. Естественно, я считаю, что нам надо... Мы, тем более русский народ, очень творческий, богатый у нас русский язык, надо этим пользоваться. Я благодарю вас за интересную беседу сегодня. В эфире была программа «Молния». Всего вам доброго. До свидания.